Ох, это будет эпик. Я застрял в нём. Коллизия. Вот тебе и коллизия. Интересно, по-моему, я пробил. Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем проходить игру под названием Path of Titans. Если вы не смотрели первую серию по спинозавру, обязательно гляньте её, поставьте пальчик вверх. Ссылочка будет в описании. Ну, а сегодня, друзья, мы начнём играть на новом динозавре, которого нам недавно внесли в Path of Titans. Это стирокозавр. Посмотри, да, он напоминает трицератопса, но у него побольше вот этот вот череп на его голове, да? Его шлем, так сказать. Посмотри, какая растительность на спине. Боже, напоминает мою щетину, когда я не бреюсь около двух недель. Достаточно крупный динозавр, я тебе скажу. По-моему, если я не ошибаюсь, то рост его составлял около пяти метров в длину, при весе почти в две тонны. Да. Вот такой красавчик. Кстати, что могу сказать ещё по Path of Titans, то что расширили игру, то есть расширили карту. Карта стала намного больше. А почему подсвечиваются вот эти палочки? Кстати говоря, смотри, какая функция есть. Видишь, у нас где шкала идёт здоровья, и над ней нарисован раптор. Это, кстати, время удара. Смотри. То есть мы, если ударили один раз, то мы ждём две секунды, когда мы сможем нанести противнику ещё удар. Да, здорово. Так. Что ещё нового появилось? Ну, вот в правом верхнем углу карта. Наше местонахождение мы можем наблюдать спокойно. Так, у нас пошёл дождь. Пойдёмте, сходим, наверное, вон к той реке. Попьём воды, возможно, даже. Так, я не знаю, найдём ли мы сегодня игроков каких? Ох, довольно-таки быстрый динозавр, я тебе скажу. Да, быстрое перемещение. Это хорошо. То есть, я думаю, в принципе, от спинозавра, если что, можно унести ноги будет. Напьёмся. Напьёмся доста. Хотя, в принципе, у нас как бы, как таковой жажды-то и не было. Ну, ладно. Ну что ж, давайте, наверное, прогуляемся куда-нибудь вглубь карты. Кстати, поедать мы сможем вот эти вот кусты, посмотри. Или как в Айле кусты смородины. Ну, опять же, я не сильно голоден, поэтому... Просто как бы демонстрация. О боже, ты слышал, как он заглотил эту траву? Так, ну что ж, ладно, давайте пройдёмся дальше. Конечно, с пингом в этой игре пока ещё проблематично немножко играть, потому что все сервера находятся в Европе, в Штатах русских серверов. Пока что я не наблюдал, поэтому при пробеге, допустим, если мы бежим, то ты видишь, как немножко подлагивает. Я вроде подбежал к этому дереву, но меня откидывает опять на метр назад. Но вот если просто спокойно идти, то, в принципе, всё хорошо. Можно спокойно насладиться игрой. Да. Давайте попробуем крикнуть, может быть, нас кто-нибудь услышит. О, это божественно. Это божественно. Посмотри, как он встаёт на задние лапки и кричит. Можно, в принципе, наверное, пройтись вдоль реки. Я думаю, что какое-нибудь существо по-любому нам может попасться по пути, которое пришло насытиться водой. Так, что у нас здесь? Ой, у нас здесь водопад. Обрыв. Получится мне как-нибудь аккуратно? Ну, хотя бы вот так. Так, по-моему, мне было немножко больно, да. Нет, конечно, здорово, если будет большой онлайн, и желательно сервера будут русские. Я думаю, с пингом проблем не будет. Да, в эту игрушку можно с удовольствием будет поиграть. Особенно находясь в каком-нибудь патьке. Вот, кстати говоря, что я и говорил про пати. Нас уже добавили в пати, поэтому пойдёмте сейчас встретим игрока, и мы будем уже как бы в стаде. Да, панцирь на их голове, конечно, выглядит устрашающим. Посмотри. Огромные вот эти рога. Да, я думаю, что... Ну, по крайней мере, моё предположение, что крупный хищник, в принципе, мог бы и не испугаться, но если стирокозавр бы нанёс удар, то, я думаю, хищнику было бы не сдобровать. Серьёзный урон бы он получил. Но панцирь служил как бы не для отпугивания. Ну, конечно, мелких хищников, каких-нибудь рапторов там, я не знаю, либо небольших хищей, он предавал испуг им. Но по большей части панцирь, конечно, служил защитой. Да, в принципе, смотри, если на стирокозавра напрыгивали бы сбоку, то, я думаю, допустим, цепляться в шею, если бы кто-то посмел бы, то его бы ждал бы удар боковыми рогами на панцире стирокозавра. Угу, да-да. Так, ладно, пойдёмте к нашему напарнику. Ну что, друзья, я не один. Посмотрите, по-моему, это самочка. Вроде бы как бы самочка. Похоже. Нет, это самец, это тоже самец. Ну ладно, хотя бы. Нас теперь двое. Вот такое небольшое стадо стирокозавров мы смогли сегодня с вами найти. Ну что же, так, наверное, нам нужно сходить куда-нибудь на водопой. Ой, я в тебя воткнулся. Вон там есть где-то неподалёку маленькое озеро. В принципе, можно туда сходить. Невеликое, конечно, стадо, но всё-таки. Но всё-таки. Так, мне почему-то казалось, что здесь должна быть вода. Вроде бы как на карте отображается маленькое озеро. Но не судьба. Так, придётся тогда нам искать, наверное, какую-нибудь реку. Так, ну, пойдёмте. Кстати, вот сейчас может быть где-нибудь опасность быть. Надо быть предельно аккуратным, смотреть в оба. Он что, он хочет быть ведущим, да? Ну, хорошо, ладно. Пойдёмте за ним. У нас небольшой привал, друзья. Кстати, по данному цератопсу могу сказать, что они были растительноядными, но и, возможно, всеядными. Употребляя в пищу не только растения, но и, кстати говоря, падаль. Да-да. Ну что, наверное, сейчас мы переждём ночь и пойдём дальше. Так, я решил двинуться, потому что сидеть на одном месте очень страшно. Да и мой напарник вышел. Но я собрал ещё больше пати, но не успел никого насобирать. Блин. Как это печально выйти к какому-то озеру пустому, и где неподалёку от тебя плавает спинозавр. Ну что ж, в принципе, сейчас можно будет попробовать себя в деле. А в битве против спинозавра? Мне интересно, все остальные идут сюда же? Спинка прячется в воде, а она ловит рыбу, я понял. Ого! 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 Меня будут окружать? Давайте проявим агрессию. Ох, это будет эпик. Я застрял в нём. Коллизия. Вот тебе и коллизия. Интересно, по-моему, я пробил. Да что ты! Двинься! Да, из-за пинга, конечно, бороться очень тяжело, я скажу тебе. Спина промазала. Мне кажется, знаешь, мы сейчас просто танцуем. Танцуем в вальсе. Никто никого не может даже пробить. Посмотри, никто не может нанести друг другу урон. Боже. Это битва века. Да, спинозавру бы, конечно, такого малыша бы порвал бы на раз, два, три. По-моему, я даже ни царапинки не нанёс спинозавру. Ох, это страшно. Ой-ёй-ёй. Ага, вот теперь меня куснули. Вот теперь мне куська сделана. Да, пинг здесь, конечно, это капец. Лучше бы я вообще бы ничего не делал. Боже, как тебе нанести хоть какой-то урон? Может быть, в спину ударить? В хвост? Нет, наверное, лучше просто уходить отсюда. Вот уж я точно не полезу. Там вторая спина. Да, файт, конечно, кривоватый. Почему я не могу спинозавру нанести никакого урона? Ведь вообще я ударов 10 по нему точно ударов 10 прошло. Посмотри. Как нужно его? Каким образом его нужно ударить? Нет, пока будет такой высокий пинг, невозможно драться, честно скажу. Но это ни в какие рамки, как говорится. Мне кажется, то, что я уже столько ударов сделал спинозавру, он бы давно превратился бы в окаменелости, блин. Либо из-за роста я не могу нанести ему удар. Непонятно. Неясно. Да, конечно, хотелось бы полностью погрузиться в прекрасную играбельную атмосферу за стирокозавра в Path of Titans, но пока пинг серверов вообще мне не дает. Не знаю, в прошлый раз, конечно, когда мы играли на спинозавре, было все нормально, но видимо, видимо, все печально. придется ждать, когда появится хотя бы какой-нибудь один русский сервер по Path of Titans. Я не знаю. Либо проблема связана с большим наплывом игроков, потому что добавили стирокозавра. Неудобно, конечно, пока играть, поэтому, наверное, вот эту серию я не буду продолжать снимать, но мы еще обязательно поиграем за стирокозавра и посмотрим его еще в полной боевой его мощности. Ну, а тебя я попрошу поставить пальчик вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok